МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программу переселения из аварийного жилья на Ставрополье могут выполнить досрочно. Такие планы губернатор Владимир Владимиров озвучил на совещании по видеоконференц-связи. Его провел глава госкорпорации Фонд содействия реформе ЖКХ Сергей Степашин. Владимиров рассказал, только в прошлом году из аварийного жилья в крае переселили почти 3,5 сотни человек. Программа продлится до 2025 года, но Ставрополье благодаря высоким темпам строительства может успеть за ближайшие пару лет. Также губернатор выступил с предложением включить в план переселения те дома, что признаны аварийными после 1 января 2017-го. В фонде такой вариант проработают. Снежная погода в крае не желает отступать даже с приходом весны. Ликвидацию последствий сильных снегопадов обсудили на еженедельном совещании в правительстве региона. Как доложили губернатору, дорожники в целом справляются с ситуацией. Движение идет в обычном режиме, трассы не перекрывались. Только за последние сутки израсходовали 1500 тонн песчано-соляной смеси. На дорогах дежурят 152 единицы спецтехники. Владимир Владимиров поручил особое внимание уделить вывозу снега из населенных пунктов, чтобы когда придет долгожданное тепло, дворы и улицы не превратились в озера и реки. В Туглуке в этом году продолжат ремонтировать дорогу на улице Ленина. Первый участок полотна привели в порядок еще в 2020-м. Как только позволят погодные условия, специалисты приступят к работам на втором отрезке. Там заменят покрытие, нанесут свежую разметку, а также установят знаки. Реконструкцию проведут под эгидой НАЦПроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». В селе Новоселецком капитально отремонтируют детскую школу искусств. Специалисты уже провели демонтажные работы, звукоизолировали стены минеральной ватой и уложили новые канализационные трубы. Приведут в порядок и фасад здания. А вскоре стартуют работы по улучшению электроснабжения и электроосвещения объекта. Реконструкцию планируют завершить к началу нового учебного года. Ремонт проходит под эгидой НАЦПроекта «Культура».